приветствую всех любителей хорошего кино сегодня на моем канале очередное новое видео и в этот раз оно посвящено фильму тарзан легенда ну не за мне кажется правильнее было бы назвать легенды о тарзане так вот судя по переводу ну ну с оригинала но почему-то у нас прокате назвали именно так тарзан легенда ну ладно так как так достаточно интересный фильм на мой взгляд чуть-чуть тоже не недооцененный судя по рейтингам мы вот начнем обсуждение в коллекционного издания компания hdz это китайская вот такое интересное издание издание уже распечатано открыто сейчас мы посмотрим и вот лентикулярная открытка она тогда не было запечатано и она была пленкой держалась да так вот отдельно отделяется и такое интересное лентикулярная открытка объемная объем хоть хороший буду надеется что это будет видно на камеру у нас просто рза свои девушки вот ладно выбираем это вот отдельная лентикулярка этого здания дальше давайте посмотрим на мое здание вот hdz это мама одно у него такого такое был один вид вот 400 штук тираж этого издания был достаточно небольшие тиражи круто у серебряной серии внутри общем мировой стилбук ну и какие дополнительные материалы сейчас мы с вами посмотрим так вы сзади выглядит вот лицо лаком выделено сильно больше когда здесь вот шершавостью выделено обезьянка и вот сам тарзан лаком блестящим тоже выделен получается довольно интересно сейчас стараюсь чтобы это было видно в свете лампы качественные хорошее издание делают идет слепа у них очень такие прикольные и качественные да повторюсь так дальше посмотрим что внутри слепа внутри слепа у нас общий мировой стилбук выглядит во многих странах принципе выходил такой стилбук вот здесь в данном варианте два диска внутри 2d и 3d кстати кстати с русским языком издания для кого-то это может быть важно хотя в принципе этих изданий но было много у нас тиражи в россии были с этим диском достаточно недорого можно было купить поэтому я думаю это не есть какая-то проблема ну давайте оба диска достану мы видели внутренний арт стилбука там тарзан справа виден до слева белка аккуратно ее назову обезьянка на тот еще монстр вот давайте в развороте сюда я всегда обычно стилбуки показываю в развороте чтобы максимально информативно было видео вся информация по стилу так выглядит развороте такой скажем так довольно таки ну почти что матовый такое где-то поблескивает но для не глянцевая поверхность это более-менее не подвержена кем-то сильно царапинам так мы давайте посмотрим что у нас за папочка с док материалами такая очень красивая папочка ко многим изданиям подобное они делают вставляется вместе со стилбуком симпатичная такая и раскрываем папочку здесь специальное место для коллекционной карточки видео тираж 400 штук нам коллекционную карточку и внутри достанем посмотрим что у нас есть внутри а внутри у нас есть буклет и внутри у нас есть коллекционные карточки ну давайте по очереди их посмотрим давайте начнем сначала с буклета я так аккуратненько пролистаю чтобы было видно вот так хотя бы примерно на что-то внутри него как каждую перелистывать но надеюсь будет видно что там ну увидим ведь в основном это фотографии вот никого текста нет буклет только с фото много хороших актеров в этом фильме но там уже прям летнули видели сэмюэль джексон кристоф вальс марго робби здесь уже вот по этим именам сразу хочется сказать это у нас не фильмы квентина тарантино какой-то очередной новый ну нет не фильм квентина тарантино режиссер дэвид гейтс кстати я думаю многие работы этого режиссера наверняка знают просто ну может быть не осознавали это вот сейчас перейдем к открыткам сейчас договорю про режиссера режиссер этот он скажем так был режиссером последних четырех частей гарри поттера потом фантастические твари в две части которые уже вышли до продолжение от про мир вот этот волшебный вот вот в этих всех фильмах режиссером был как раз вот этот режиссер дэвид гейтс так здесь конечно у нас немножко посложнее с этими карточками ну ладно попробовать аккуратно это все достать не буду пока оставлю так чтобы потом не одевать мучительно оставлю здесь но вот карточки такие за них просто эмблема аж без это почтовая карточка так давайте остальные по основным действующим лицам на здесь карточках я вам джексон тоже вот такую сыграл интересно приключенческий фильм довольно такой зрелищный вот но я знаю людей которым мне понравился честно скажу вот но мне мне понравился так ну давайте значит перейдем теперь обсуждению 4к издание так и так вот 4к издание выходил в очень и очень многих странах с русским языком по всему миру диск вышел и в большинстве крупных стран наверно можно этот фильм купить с русским языком ну блин это значит прежде всего там в азии корея америка польши италия франция испания чехия будут основные европейские такие вот страны где много производят скандинавия греция венгрия португалия и сзади еще японию забыл сказать ну то есть очень очень много стран практически все основные страны где вот выпускают 4к диски почти везде да вот по основным странам есть 4к с русским языком это у нас американское издание но в слипе идет выглядит американские издание всегда с этим вырезом почти легко от легко узнаваемо по моему пока там в основном такие делают америке арты в отличие от того издания кроме даже с вами посмотрели коллекционного да вот на остальных почти во всех странах и даже вот на blu-ray и dvd за 9 лан не отвечу за blu-ray и 3d blu-ray вот практически везде вот этот арт используется я не знаю что таком даже особо нигде другого и не видел примут жестко прям вот этот арт и все практически на всех изданиях вот у каждой из этот и отличалась в основном сильно другим артом вот ну по языкам по 4к диск уже много чего сказал так выглядит издание это издание на 4к диск выходил и в россии выпускали его если такая особенность интересная большинство дисков да ну ты до сих пор да и сейчас в основном выпускаются просто вот эти импортные диски закупаются здесь нужно печатается полиграфия выпускаются но вот более ранние релизы вот как минимум вагнер может еще каких-то других да которые выпускали у нас на них сделана русская накатка например на нашем издании держал в руках это издание ну и увидел что сделала накатка на русском языке ну видно первые тиражи так и делали вообще сейчас уже практически так никто не делает просто вот зарубежный диск вставляют коробочку вкладывают обложку с русским языком и все практически везде это делают ну вот такое было замечено именно на тарзане и думаю на многих других релизах тоже так и бывает но позже по-моему прекратилось но не не отвечу за русскую лицензию за все на ее практически нет у меня почти всегда вот зарубежное здание вот но в общем фильм вот как сказал на этом здании 4k и во многих многих странах тоже но и в россии значит кроме того что 4k издание выходила выходили еще издания и 2d и 3d и вот тоже я сейчас вам покажу практически весь полный набор на фильм а вот так вот и грилл про 3d 2d а вот нет на 2d издание видите вот отчетки отличается это кстати мы видели до нас без эти вы погорячился посмотрел на 3d слип и думаю видят такой нет кстати вот разный вот здесь значит ну что же как не ну давайте посмотрим как внутри выглядят эти издания да в общем то минимум минимализм вот черная накатка да ну по-русски написано да наши диски ничего такого особенного в остальном все очень похоже на то что мы уже до этого видели вот это 2d издание ну и 3d 3d был в слипе и изображение на слипе и на самом издании на комбо издании ну здесь совпадают полностью ну да получается 2d издание и 3d комбо вот эти они да с разными накатками что прикольно но и накатками с разными артами на обложке уже хорошо мы здесь да тоже получается вот ну немножко отличается только вот этой полоской 2d от 3d до внутри естественно два диска тоже с таким минимальным этим самым просто черный фон надпись по-русски естественно на наших российских дисках хорошие рядовые издания хорошо что издавали ну и много где за рубежом можно принципе тоже купить абсолютно причем такой идентичный набор то есть в нескольких странах и 2d и 3d комбо издания или там ну да практически везде вот выходили то есть даже иногда бывает 2d в одних странах 3d в других странах здесь вот ну не знаю чехия словакия там польша корея турция таиланд страны балтии вот такой вот набор по моему стран где вот и 2d и 3d диски полностью идентичный набор да по языкам раз выше если что в этих странах при необходимости можно найти вот 2d и 3d диски так ну давайте теперь мы близко все издания посмотрели давайте теперь подведем итоги сейчас все разложу вместе да подводим итоги ну так и разложил все издания которые мы сегодня просмотрели но наше издание 2d 3d 4k издание ну и коллекционку от hd-z на всех изданиях есть русский язык так что в общем то выбирайте на вкус если кому что нравится да вот все из этого рекомендуется к покупке просмотру и за мне фильм понравился что хороший привлеченческий фильм тарзан легенды 2016 года режиссер дэвида яйца так что если вдруг что-то новое узнали ну значит замечательно на себя все это снимала и рассказывал не зря вот смотрите другие мои видео всегда найдете что-то интересное для себя но на сегодня пожалуй всем всем пока